Наркомат боеприпасов СССР Для осколочно-фугасных снарядов Стройка завода началась на базе корпусов Недостроенного трикотажного комбината И протекала крайне медленно Когда выяснилось, что оборудование заводу Произвести пока некому Было принято решение разместить на заводе Оборудование двух эвакуированных оборонных предприятий Из подмосковных Люберец и Таганрога Первоначальные планы пришлось скорректировать Оборудование и персонал этих предприятий Поступали в Новосибирск по частям С эшелонами с октября по декабрь 1941 года Строительство завода проходило в условиях Суровой зимы 1941-1942 годов Рабочие, в основном женщины и дети 14-16 лет, работали по 12 часов в сутки Жили в помещениях клуба, в вагонах Которые доставили оборудование запада страны Директором был назначен Толстов Алексей Григорьевич Затем Юрин Николай Григорьевич Почему менялись директора? Никак не могли наладить производство Не хватало целевого оборудования, станков Дефицит квалифицированных кадров Завод сильно отставал от графика ГКО План выполнялся на 28% После того, как предыдущего директора Заменили Родионовым Петром Васильевичем Имевшим большой опыт практической инженерной работы По производству боеприпасов Дело сдвинулось с мертвой точки О том, в каком виде принимал завод Родионов написал в своей автобиографии Я обходил цех за цехом Отмечал, чего не хватает Что нужно сделать в первую, что во вторую очередь Количество недоделок Отсутствие электроподстанций Котельной, подъездных путей, жилья Незаконченности строительства Основных производственных корпусов Недостаток ИТР И необученность рядового состава Впечатляло даже меня Далеко не новичка в работах Нужно было срочно находить Хотя бы временные решения Чтобы пустить производство по временной схеме Казалось, сложилось безвыходное положение С теплом и паром Из-за отсутствия которых Не могло работать гальваническое производство Но и здесь нашелся выход из положения Как-то я шел, задумавшись И мое внимание отвлекали паровозные свистки Постой-ка, думаю А что, если подогнать паровозы к цеху Пробросить паропровод на гальванику Вот тебе решение проблемы с нужным температурным режимом Так и сделали И таких примеров находок были сотни Тысячи Но даже в таких сложных условиях Коллектив завода со второй половины 1943 года Начал выполнение государственного плана Проработав полгода Родионов настойчиво попросил наркома отрасли Перевести его на прежнюю должность А работу директора поручить специалисту Который мог бы освободить его От выполнения социально-хозяйственной программы Директором был назначен Безбородов Кузьма Васильевич Тандем Безбородов-Родионов Оказался очень успешным и эффективным Завод номер 564 Вышел на передовые рубежи предприятий отрасли Уже в начале 1944 года Занял первое место В социалистическом соревновании Заводов наркомата боеприпасов И в течение 11 месяцев Удерживал знамя ЦК ВКПБ И Совета народных комиссаров СССР Приказом наркомата боеприпасов Были утверждены Следующие изделия 20 и 23-мм корпуса К осколочным и трассирующим снарядам Для авиационных пушек ШВАК и ВЯ Взрыватели, в том числе взрыватель КТМ-1 Переносные пехотные радиостанции Ангара Различных модификаций Официальным днем рождения завода считается 11 декабря 1941 года Когда была отправлена на фронт Первая партия оборонной продукции Это были 136,5 тысяч штук 20-мм корпусов снарядов осколочного действия 10 тысяч штук взрывателей ДВ И 150 штук радиостанции Ангара При численности рабочих 764 человека Продукция завода в годы войны Использовалась на всех фронтах Она была буквально расстреляна Многие тачмашевцы приняли участие В сражениях за Отечество А День Победы директор встретил вместе с коллективом На праздничном митинге во дворе завода Где был накрыт праздничный стол Это был незабываемый и самый счастливый день В жизни всех заводчан Строймаш Завод строительных машин Наркомата строительства Эвакуирован в 1942 году из Ленинграда Завод электроинструмент В 1943 году было организовано В Новосибирске производство Фугасных авиационных бомб Фугасных авиационных бомб Фугасных авиационных заход Эвакуирован в которых Фугасных авиационных Gerda В ejerc절 вできて Фугасных авиационных баллов Вοчеслав драм